Ну и куда летим? Ага, Франкфурт на Майне. Ночной рейс. Полетели, что ли? Ну и где там Александр Сергеевич? Начну, наверное, с поэм. А не попроще. А глаза слепаются. Куда-то понесло меня. О, Господи! Куда же я попал? Вступление к поэме «Медный всадник». На берегах пустынных волн стоял он дум высоких полн. Понятно, кто стоял. И что же он увидел? Приют убогого чухонца и лес неведомый лучам. Вот, значит, как. Ну а потом, что думал он? Отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен. Назло надменному соседу. Ну, здравствуйте. А вы о чем? Кого закладывать? Или чего? За воротник? Ведь только с пьяный глаз такое может показаться. Очнитесь, господин хороший. На этом месте уже город есть. Смотрите! Каменные здания в количестве не менее ста единиц. Церковь, ратуша, гостиный двор, завод, изготовляющий кирпич. Неплохо жить устроились убогие чухонцы. И как же этот город называется? Да не Яншанс. Лец тоже стоит на этом месте. А раньше это место знаете, как называлось? Санкт-Петербург. Посмотрите на любую карту прошлого столетия, то бишь семнадцатого. Везде присутствует название Санкт-Петербург. Надменные соседи, шведы, вам это известно, точные картографы. И назван этот город в честь апостола Петра. Ведь он был знатным рыбаком, а в этом местности закиньте удочку, рыбешки, словно в сказке. Поэтому и люди с древних пор облюбовали устья этой речки. Еще раньше здесь был Невский городок. В нем жили навгородцы. А вообще давным-давно здесь обитали древние Венеды. Славяне по происхождению. А вы кто, извините, будете? Какого рода племени? На русского вы не похожи. Без бороды. И волосы до плеч. Очень странно. Все русские стригутся под горшок. Да и наряд у вас какой-то странный. Вы клоун, что ли? Какие-то дурацкие чулки. Короткие штаны. И шляпа непонятная. Заморская. Ну точно, клоун. И где же ваше шапито? Что смотришь так, болезный? Ты думаешь, что я тебя боюсь? Я знаю, кто ты. Что? Не веришь? Ты сам, наверное, знаешь меньше о себе. По-русски, что ли, тебя назвать? Ян. Ян Класович. О, а кто кого боится? Зассал парниша. Не бойся. Я тебя не сдам. Ты хоть немного говоришь по-русски? Плюха. Да без проблем. Смотри, что у меня есть. Диковинная штучка, да? Это электронный переводчик. Так-так. Темно, однако. Где там кнопка кросс-транслейшн? Вот она. Поехали. Ну? Не забыл еще родной язык? Давай, давай. Он из голландского переведет. Ну? Я не слышу. А-а-а. Кто я такой? Ну, Арышев я. Виктор Викторович. Нет, не боярин. Из сибирских казаков. Они тебе пока еще не служат. Да муж и по имени. Мне все равно. Еще раз. А-а. Откуда я все знаю? Да мне положено все знать. Я путешествую во времени. Как это возможно? Раком. Вот взял и пролетел к тебе. Да не тараж свои глаза, лупатый. Это возможно. Стоит только захотеть. Ай. Вот ты не русский. Из Сибири. Сколько можно повторять? Друзья мои из девятнадцатого века полночи вспоминали о тебе. Ну, а потом, сам понимаешь, легли спать. Мне же не подглядывать за ними. Вот я к тебе и загляну. Да ненадолго. Рамадановского не успеешь свистнуть. Мне он пофигу. Пусть отдохнут его ребятки из Переборженского приказа. Меня им не достать. Закурим, что ли? Я свои. Ну, а теперь рассказывай, Иван. Или я, Анте, привычней. Тебе тоже все равно. Как скажешь. Что ты здесь забыл? Город будешь строить. Как назовешь? Нью-Амстердам. Придумай что-нибудь попроще. Люди не поймут. К тому же, если ты не в курсе, за океаном, по ту сторону от твоей родной деревни, есть городок, который до недавних пор носил такое же название. Там, правда, англичане захватили власть недавно. Теперь это Нью-Йорк. Еще какие варианты? О, Парадис. Ну, это ты загнул. Какой же это рай? Кругом одни болота. Я понимаю, если бы на Волге. Нерусскому, конечно, это не понять. Но Волга раньше называлась рай. Уразумел, приблудный? Ничего-то ты не понимаешь, бедолага. Нелегко тебе придется. Ладно, так и быть. Я подскажу тебе. Оставь, Иоанн Клаасович, прежнее название, Санкт-Петербург. И люди будут думать, что он назван в твою честь. Правда, ты не Петр. Да какая разница? Звучит-то как красиво, а? Ну, соглашайся. Но при чем здесь Исаакий? Это не звучит. А, так ты родился в День Святого Исаакия. Понятно, немчик. Ты протестант. Тогда построй какую-нибудь церковь И назови ее в честь своего святого. А что? Неплохо даже зазвучит. Исаакевский собор. Ну что, молчишь? Согласен? Значит, договорились. Но только ты не вздумай сюда Переносить столицу из Москвы. Да потому что это глупо. Ну какая на Атшибе может быть столица? За тем болотом что находится? Ничухонцы. Швеция. А ты ведь с ними не решил еще, однако, территориальный спор. Это пока что шведская земля. Ну и зачем тебе такая головная боль? Во всех нормальных государствах Где находится столица? В глубине страны. Ты понимаешь или нет? Это опасно. Да и потом, не тот здесь климат. Да и вообще условия не те. Ты хочешь, чтобы жители столицы постоянно мерзли? Ну как это не холодно? Ты думаешь, я плохо знаю этот город? Сто раз бывал. Он так и называется. Санкт-Петербург. Ну, мы с тобой с названием определились. А со столицы-то, Иван, однако, зря. Вот ты упертый. Море. Ну и что из этого? Здесь мелко, понимаешь? Сюда же ни один большой корабль не пройдет. Это иллюзия. До Котлина здесь глубина в фарватере не более двух метров. Понятно, что тебя такая глубина выстраивает. Прыг в случае чего на какую-нибудь лодку и уплыл в свой сардам. А что не так? Ты разве не для этого здесь собираешься построить город? Знал бы ты, в какие деньги потом выльется морской канал до Котлина. Когда, когда? Через сто восемьдесят лет. Найдется умный человек. Да нет, не приглашенный, свой. Николай Иванович Путилов. Ты зря не дооцениваешь русских. Тебе на них и надо опираться, а не на эту придурь иностранную. Да ладно. Знай я твоих дружков. Сплошь алкоголики и казнокрады. К тебе ведь Лебнец обращался. Предлагал свои услуги. Исключительно полезный и умнейший человек. И почему же ты не пригласил его на службу? Да потому что он славянского происхождения. А тебе, наверное, евреи ближе. Яковлев, Шофиров, Дивиер. И кукуевские немцы. Астерман и прочие необразованные выскочки. Про кого забыл? Про Зотова. Как тебе не стыдно? А в кого ты превратил Никита Моисеевича? Человек вообще спиртного в рот не брал. А теперь он кто? Пьяница и шут гороховой. Ты еще и Алексашку Менщикова вспомни. Бывшего лефортовского денщика. Он, конечно, русский. Только вот по-русски не умеет ни читать и ни писать. Зато Лефорт его другому обучил. Позорище. Раньше на Руси за это без суда и следствия сажали на кол. А мои предки, казаки, вообще живьем закапывали в землю. Да что ты смотришь так? Это и тебя касается. Завязывай, Ян Класович, с этим делом. Подумай. Это ведь останется в истории. Зачем тебе такая слава? Чудак. Но если я об этом знаю, значит и другие тоже. Одумайся, пока не поздно. Не греши. Останься лучше в образе, который тебе выдумала Екатерина. Какая? Вот такая. Не твоя, Марта. Скоро назовется. А ту Екатерину будут звать Великой. Она тоже будет немкой. Пока не родилась. Да все равно ведь не запомнишь. Ну ладно. София Аугуста, Ангальп, Цербская. Она и сделает Санкт-Петербург самым красивым городом в Европе. От тебя? Да ровным счетом ничего. От Сашки Менщикова останется дворец. Вон, на том острове. Ну все, дружочек. Засиделся я с тобой. Пора мне. Приятно было познакомиться. Увидимся. До скорого, Ян Класович. Я полетел. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова